всем привет я делаю одну вещичку приглашаю вас вместе со мной надеюсь вы в состоянии после праздников заниматься творчеством показываю из чего я в этот раз буду делать грелку очередную на свою кухонную утварь в этот раз цветочки будут голубом цвете ну думаю красненького я добавлю ну подумаю я добавлю зелени конечно и может быть что-то капельку красненького это опять же цветочки которые я отрезала от блузочек надоевших которые я вышивала на своей вышивальной машинке что мне понадобится синтепон мне понадобится опять флизелин и вот опять же остатки которые вместо того чтобы заканчиваться размножаются с новой силой все эти полосочки ну я постараюсь опять же выдержать в том же стиле как и был у меня прошлый весь мой проект ланч маты и грелка сначала сошью блоки потом посмотрю что там чего не хватает все это я буду поэтапно показывать и вы будете видеть весь процесс моей работы поехали в очередной раз я постараюсь показать как как пришиваю уже это использованы и вырезанные вышивки очень плотный шов поэтому мне приходится очень медленно это делать не хочет иголочка проходить но тем не менее вышивки этой придется сдаться я не привыкла отступать кто моего возраста помнит реклама была мы не привыкли отступать орешек знания тверд и мы не привыкли отступать и поэтому я все равно добью и добьюсь то чего хочу очень хорошо где то что медленно я смогу показать вы будете видеть как я это делаю потому как сколько бы мы не рассказывали теории и не изучали ребята понимаете что теория с практикой зачастую не имеет ничего общего поэтому теория теории я сторонник того чтобы изучать все теории сразу на практике так ну вот уже уже лучше и вообще вся теория знаете в моей голове очень хорошо сложилось нужно как сказать в нужную фразу или в нужные мысли пазлы сложились когда я услышала на кипре такую пословицу поговорку как сказать у них говорят кто очень очень осторожно такой очень щепетильный момент все точки будут другим цветом присылать так вот на кипре говорят кто хорошо все знает тот работает кто знает чуть-чуть тот руководит а тот кто ничего не знает тот преподает не хочу никого обидеть но именно по этой причине девочки я не называю свои видео мастер-классами потому как всегда найдется кто то кто как он думает знает лучше больше и качественнее а я практик я люблю применять все свои фантазии на практике а потом смотреть что из этого получается как показывает та же практика понимаете получается неплохо есть что показать другим кому-то нравится кому-то не нравится опять же это такой момент для кого-то это тряпочки для кого-то безвкусица причем написали мне сообщение недавно ребята вы когда пишете слово безвкусица вы хотя бы посмотрите по словарю как она пишется я понимаю когда пишут опечатки я сама такая могу такое набодяжить когда человек пишет три предложения хает кого-то причем и фамилия такая ну видимо человек такую взял псевдоним хайская поэтому я и поняла что это пришел человек который пришел хаять боже мой такие наручатые ошибки спасибо что повеселили я люблю веселиться я наверное буду в этой вышивке высекать много у меня как-то не складывается этот край с рисунком который я вижу у себя в голове ну мы никуда не спешим поэтому сначала пришиваем все аккуратненько а потом уже думаем что мы оставляем чего мы не оставляем я наверное заменю иголочку свеженькую я уже как-то говорила в каком-то видео иголочки должны быть свеженькие но они идут потом у меня нормально на оверлок и на обычную строчку поэтому я не спешу выбрасывать иголочки я просто их меняю и в отдельную сторону закалываю уже потом куда-то еще использую постепенно со временем я научилась медленнее делать стежки я привыкла строчить очень быстро и мне это мешало в освоении стежки а сейчас все становится на свои места отрезать ниточку я буду строчка уже достаточно плотная которая уже была там где иголка попадает машиночка немного напрягается машинка у меня хорошо проходимая поэтому очень мне нравится это действие сейчас я разошью зеленью второй рисунок сначала оба сделаю один цвет потом оба же другой цвет чтобы все это одновременно максимально постараюсь показать всю эту красоту зрителям видите главное не спешить зацепилась думала где-то нитка нет просто булавочка не туда вошла все очень медленно все очень внимательно и осторожно так мне нужно посматривать чтобы я не закрывала руками я специально максимально приблизила чтобы все зрители могли хорошо рассмотреть я не претендую возможно я как то что то делаю и не так я просто показываю как это делаю я и вот это то о чем я говорила я не могу работать на пяльцах я не вручную не на машинке не дружу с пяльцами прошу прощения тут буду с одним телефоном с другим телефоном еще к какому я пришла выводу я обычно не вытаскиваю в этой своей машинке нижнюю нить наружу то при вышивке и пристежке я пришла к такому выводу что это нужно обязательно делать и за этим нужно следить не торопясь все хорошо настроить надо даже просто от того что как то не так пошла ниточка будет строчка доставлять неприятности поэтому все очень аккуратненько проверяем ставим и начинаем работать заменила я иглу работать комфортнее когда иголочка у вас соответствует первые стежки первое подсоединение аппликации и ткани очень так проходит иногда не просто тут мне девчонки с группы девчонки всем привет видите я вас вижу слышу так что-то опять у меня да девчонки когда-то речь шла о том кто как заправляет машинку вот моя машинка шьет когда я смотрите вот так заправляю вот я ее вот опускаю нитка идет как бы к левой руке в мою сторону потом только вот таким образом вот видите как раз как это называется как это называется лайфхак лайфхак такое смешное слово почему то оно так прижилось ну раз уж люди пользуются будем им пользоваться я им пользуюсь только в шутку всегда сейчас я все это пройду и да видите я так и не начала пользоваться перчатками хотя достаточно атласная ткань достаточно скользкая ну я наверное человек паук в прошлом поэтому сцепка у меня хорошая ну и опять же знаете по принципу того что а какие перчатки одевали вышивальщицы сто лет назад когда там машинки появились швейные первые никаких перчаток не одевали тем не менее неимоверную просто тушили поэтому перчатки лежат отдельно я живу отдельно так здесь у меня говорила что я буду кое-где остатки ткани высекать мне не хочется утолщать стебелек поэтому кое-где я сделаю усиленную строчку а кое-где так и оставлю чтобы не испортить машинку начала я в средине декабря но выйдет конечно в конце января где то я думаю это грелочка тут у нас столько событий всяких происходит и в моей личной жизни а оно всегда так в жизни все переплетается и в моей личной жизни и в моей общественной жизни все как всегда поэтому к тому времени когда выйдет это видео у нас будет уже огромная группа ватсап разрастется у нас уже будет много проектов каких-то интересных новых совместных и бесплатных теперь это все я повысекаю лишнее вокруг зелени и потом уже обработаю зеленью еще раз и приступлю к цветным вот этим частям белые цветочки я хочу как-то розовинки добавить в общем сделать их повеселее ну вот я обрезала краешки сейчас я более тщательно пройдусь по всем зеленым частям вышивки и перейду на другие цвета приятного просмотра я поставлю вам вскоре но если кто захочет сможете конечно же на медленном ходу все это посмотреть на медленном ходе Продолжение следует... Продолжение следует... В очередной раз моя ночная съемка. Все-таки вышивку и аппликацию лучше делать очень медленно. Чем медленнее, тем качественнее. Я сначала обработала белой ниточкой, прикрепила. А теперь уже я делаю обводку цвет. Не один в один, а специально другим оттенком. Ну, чтобы как-то это интересно отличалось. Зелень я уже прошла. Розовый цвет прошла. Если кому-то будет интересно, пишите. Я просто тогда фрагментарно покажу какие-то вышивки. Конкретно там какие-то моменты, какие-то узлы вышивки. Чтобы я понимала, если вы напишите, я буду понимать, что именно интересно моим зрителям и подписчикам. Я очень довольна, что не повыбрасывала свои вышивки. Вещи надоели. Они не успели износиться. Знаете, как блузка есть блузка летняя. Где-то пятнышка, где-то выцвела. Лето относила, оно уже подвыгорело. Умеет несвежий вид. Когда ты умеешь сам пошить какую-то лёгенькую свеженькую блузочку или рубашечку простенькую, вышить ее и украсить, то нет смысла носить ее 10 лет. Можно сделать свежее. Ну, а с другой стороны, вот мне захотелось использовать эти вышивки оставшиеся. Видите, как я их использую. Ну, и опять же, набивается рука и на вышивку, и на стежку. Ну, кто уж тут говорит. Поэтому я с радостью делюсь тем, что умею делать сама. Может быть, кто-то, как я, не получается, не умеет делать с пяльцами. Ну, вот посмотрите. Я делаю без пялец. Без перчаток, без пялец. Да, мне могут сказать, что это неправильно. Ну, знаете. Я считаю, что для меня правильно. Я могу себе это позволить. Я всегда говорю. Я себе позволяю все, что я хочу. Если это не мешает жить другим людям. Хотя, может, и мешает. Ну, знаете, еще говорят. Ваше право заканчивается там, где начинается право мое. Вот я имею право делать так, как я делаю. В этом случае, в этом случае, мне за это ничего не будет. Осталось 20 точек пришить. Так, вот мы следующий этап грелочки. Оба высотых кусочка я положила на синтепон, тонкий слой. На тонкую подкладочную, на которой написано Гуччи. Новый кусок, не знаю, фирменная подклада у меня оказалась. Я еще думаю, какой шелк качество хорошее. Это подкладочная Гуччи. И сейчас я все это сколола. Размер приблизительно. Потом будет подгоняться и уменьшаться. Видите, какой огромный. Размер делаете на вашу посуду. Какая посуда у вас размера, такую и делаете. То есть я делаю по своим меркам. И сейчас, как в прошлом своем проекте с грелкой. Я сейчас покажу ее отдельно. Я сделаю стежку на этих кусочках. А потом буду нашивать Крэйзи. Сейчас я покажу, как выглядит предыдущая грелка. Вот, видите, но здесь у меня просто другие цветочки, другая вышивка. Сейчас я сделаю такую же стежку. И у меня уже подготовлены подобные кусочки ткани. И будем собирать очередную грелочку. В комплект. Весь рисунок, который я уже пришила, я просто буду вводить эхом, слегка отступая. Субтитры сделал DimaTorzok Закончила я стежку в серединке. Разутюживать я не буду. Хочу, чтобы все такое пухленькое осталось. Обе готовы. Стороны. Ну и теперь я начну делать Крэйзи Квилд. Уж как расположится. Посмотрите, как я сделала уже Крэйзи Квилд для своей грелки большего размера. Посмотрите, какой огромный блок. Уже он на синтепоне, на флизелине. Здесь еще будет еще уплотняться и потом будет ставиться подклад. То есть я хочу, чтобы он же был потолще. Ну и сделаю стежку с подкладом и с тем уплотнителем, который я сейчас найду поставить. Два блока я сделала. Вот они такие красивые. Эти два блока, они такие огромные. Я их побольше сделала, чтобы они точно поместились на выкройку. Мне нужна большая грелка. Вот я думаю, может быть еще придется дошивать, а может быть нет. Это уже выкройка. Смотрите, каждый делает размер своей грелки. Выкройка вашего размера. Просто у меня огромная утятница и есть одна большая кастрюля. Вот мне на них нужно. Поэтому я... Ну, возможно, мне придется еще по бокам, по кусочку дошить. Но я сейчас посмотрю. Я сейчас вырежу, соединю с уплотнителем и подкладом, сделаю отстрочку швов. Видите, я прострочила, отутюжила, но не отстрачивала. Отстрочу белым шелком, как в предыдущей грелке. И декоративной строчкой. И есть у меня еще одна идея. Но когда буду делать следующее свое шедевральное изделие, тогда покажу. Вот такая красота. Разные ткани из разных кусков. А цвет так хорошо совпал. Видите? Это вот отсюда. Но мне пришлось вот эти поставить кусочки, для того, чтобы соответствовала с предыдущей грелкой. Все, сделаю следующий этап, покажу. Настроила я на стежку. Сейчас простегаю. Видно? Какой стежечка стегла. Но я потом все покажу просто. О, клиенты мне мои пишут. Я потом все покажу, не спеша. Ничего особенного. Сделаю стежку на всех этих строчках. Потом еще раз выровняю. В подклад я поставила обычный ситчик. В общем, уже покажу, когда начну обрабатывать и собирать. Так, следующий этап. Я подрезала все ниточки, какие я увидела. Как всегда, снимаю ночью. Извините, освещение какое есть. И вот я уже нижнюю часть своей грелки, нижнюю часть обоих сторон своей грелки обтачала. Теперь я соединю, сметаю вот этот шов. И буду делать обтачку. Такую же поставлю. И все, грелочка готова. Покажу уже в интерьере. Такая огромная. И на утятницу пойдет, и на большую кастрюлю. И может быть даже, знаете, иногда просто что-то нужно на столе прикрыть. Когда присутствуют клиенты, им нужно пройти, к примеру, в ванну. Или там, сесть чайку попить. А нужно прикрыть какие-то кастрюльки или коробочки. Вот я поставлю, и будет красиво. Я вам все покажу. Ну вот и готова моя грелочка. И еще я продублировала так же, как и все швы. Обтачку продублировала швом для пэтчворка на машинке. Ну вот такая красота. Огромная такая грелка получилась. Здесь у меня две утятницы. Одна небольшая, а одна огромная. Туда помещается практически индюк целый. Ну, если он не очень большой. Все, завтра я сниму и покажу, как это красиво смотрится в интерьере. Уже целый комплект у меня. Наконец-то готова моя очередная грелочка. Огромная. Она просто огромная. Но для этого были причины. У меня под ней большая кастрюля. Там еще ручки. Но это не самая большая кастрюля. У меня очень огромная утятница. Прям гусятница. Поэтому но сейчас из-за праздников она полная стоит на балконе. Видите, все гармонирует. Все в одном стиле. Очень даже симпатично. Можно, конечно, по-другому переставить. Но если вдруг неожиданные гости, а у меня тут посуда, кастрюли, то даже в целях декора можно накрыть и будет вот такая красота. Вот так она выглядит с обратной стороны. Обтачки одинаковые на обоих грелках. Ткани похожие. Ну, есть и такие же. Вот такая, видите, красота получилась. Очень все гармонично. Надеюсь, вам понравились мои идеи. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Буду делиться своими идеями, своими воплощениями, перевоплощениями, какими-то переделками. У меня есть в Инстаграм канал, у меня есть группа ВКонтакте. Там мы общаемся. Там уже больше ста человек. Участников в Инстаграме гораздо больше. Позывные такие же, мило, боли, милости. Прошу всех с праздниками, с прошедшими, с будущим. Всем здоровья, всем счастья. У нас есть группа в WhatsApp. Там мы общаемся обо всем, не только о рукоделии. Группа бесплатная. Делимся, общаемся, вдохновляемся. Всех целую, люблю, обнимаю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова